Приветствую вас, уважаемые любители исправить проделки прошлой жизни. Это уже восьмой сеанс удаления моей татуировки в домашних условиях неодимовым лазером. Сделаю я ее 13 лет назад качественным пигментом у сертифицированного мастера в тату салоне. Мастер даже дал мне гарантию на татуировку в течение трех дней после смерти. Тогда это было прикольно слышать. Лет через 10 татуировка мне надоела. Точнее сказать, от того человека, который ее сделал, во мне ничего не осталось. Она мне ничем не мешала и ни на что не влияла. Я не считал ее ошибкой и мог бы ее вообще не трогать. Любовь прошла, завяли помидоры, поэтому прости-прощай. Плюс огромный интерес у меня вызывал возможность проверить на себе, возможно ли удалить татуировку до чистой кожи и рассказать об этом. На первую процедуру я пошел в салон. Совершенно ничего не знал о теории удаления и как ощущается это физически. Первый опыт вызвал у меня шок во всех смыслах. Болезненность процедуры я оценил как 100 по 10-бальной шкале. Удалять татуировку в несколько раз больнее, чем ее делать. Цена за процедуру была космической. Лазер показался мне некачественным китайским фуфлом. Самое главное, что я понял, это то, что не потяну оплачивать такие процедуры раз в два месяца. Но назад поворачивать мне совершенно не хотелось. Приценившись, я понял, что дешевле будет пройти обучение и купить такой же лазер, как в салоне, и проводить процедуру самостоятельно. Лазер пришлось выбирать из самой дешевой линейки китайских неодимовых лазеров, потому что ценник начинался на них от 100 тысяч рублей. Я сильно переживал за качество лазера, но думал, что если уж в лицензированном салоне стоит такой же, то и для меня сойдет. От процедуры к процедуре эксперимента над собой заканчивались с переменным успехом. Как говорится, в теории все не так, как на практике. Но со временем я набил руку. Понял многие нюансы и тонкости. С сожалению, констатировал некоторые факты, в которые не верил, пока на своей собственной коже не убедился, что это невозможно. Многие из моих знакомых говорят при виде моей татуировки сейчас, что ее почти не видно. Но на самом деле до чистой кожи мне еще далеко. Что же я могу сказать об этом процессе, кроме того, что он очень долгий? Наверное, то, что надо понимать прежде всего именно это. Процесс очень долгий, и воспринимать его надо, как какой-то жизненный фон. Не гнаться за результатом и не бросать его после того, как пришло понимание того, что уже год прошел, а татуировка все еще при тебе. Методично выполнять указания мастера. Мастера стоит выбирать очень тщательно. Задавать ему все интересующие вас вопросы и получать на них ответы. Самим учиться и разбираться в теории. Что делать, если лазер, на котором работает ваш мастер, не внушает вам доверия? Для того, чтобы сразу расставить все акценты по местам, я скажу так. Удалять татуировку на дорогом и дешевом лазере, это как ехать на дорогом и комфортабельном доме на колесах со всеми удобствами. Или как на старой жавой шестерке без гидроусилителя и стеклоподъемников в кругосветное путешествие. В первом случае вы проедете быстро, и вам будет комфортно и удобно. Во втором случае вы будете ехать долго, будет дискомфортно. Но в обоих случаях в итоге вы приедете к месту назначения. И тут и другой лазер может удалить татуировку до чистой кожи. Весь вопрос в цене. За сервис придется доплатить, причем нехило. Вот собственно и все, что я хотел рассказать вам в этот раз. Если вам понравилось, вы знаете что делать. До новых встреч, друзья!